Массовые беспорядки в Париже Парижане совершили великое деяние, которое навеки останется в памяти наших детей, внуков и правнуков Жители города захватили ненавистную нам тюрьму, которая уже много лет давлеет над нашей свободой Веками эта мрачная, сырая, уродующее лицо Парижа конструкция выселась возле Сент-Антуанских ворот Она символизировала собой коррупцию, разврат, деспотизм и угнетение масс Сегодня мы положили этому конец и открыли всем честным французам дорогу к свободе Парижане отпустили на свободу семерых узников Бастилии Эти люди отсидели в тюрьме по несколько лет Они жаловались на то, что с ними плохо обращались и всячески ограничивали их права Один из узников, граф Делорж, провел в Бастилии более 40 лет В интервью нам он признался, что уже не помнит, за что его туда посадили Я очень удивился, когда узнал, что Франции правит Людовик XVI Дело в том, что меня посадил еще его дедушка Людовик XV Не знаю, что я сделал и чем провинился, но уверен, меня оклеветали Сейчас я очень рад, что весь этот кошмар закончился Можно побриться, погулять по Парижу, послушать, как поют птички В Бастилии было трудно, со мной плохо обращались и постоянно нарушали мои права Надеюсь, больше я сюда не вернусь Комендант Бастилии Маркиз Делоне был вынужден сдать крепость восставшим Во время штурма он попытался взорвать тюрьму, но его остановили его же офицеры Комендант сожалеет, что не уничтожил крепость Я должен был взорвать Бастилию Лучше разрушить крепость, чем отдать ее врагам Эти молокососы остановили меня, когда я шел в пороховой погреб с ветелем в руках Они разоружили меня и малодушно сдались Трусы побоялись принять героическую смерть А ведь взрыв Бастилии был бы самым ярким, самым громким взрывом за всю историю Франции Между тем, в Версале, где сейчас находится королевский двор, сообщения о взятии Бастилии вызвали нешуточный переполох Мы попытались связаться с королем, но он отказался от комментариев Его величество, Людовик XVI, изволит быть слишком опечаленным парижскими событиями, заявили нам в Версальской пресс-службе Впрочем, королева Мария Антуанетта дала нашей радиостанции интервью, в котором призналась, что удивлена последними событиями Во всем этом есть что-то глубоко порочное и неправильное Захват Бастилии – шаг в корне неверный Я уже не говорю о том, что это измена родине Признаться, мы все крайне удивлены Франция ведь очень хорошо живет Двор получает все необходимое, придворные довольны жизнью А простые люди должны уже пару лет питаться пирожными Потому что, говорят, хлеб у них кончился А ведь я говорила своему плаксивому мужу, что если он не будет держать людей в узде, то народ взбесится Вот он и взбесился Ума не приложу, чем они недовольны На протяжении нескольких веков Бастилия была самой страшной тюрьмой Франции Подробнее об истории этой крепости расскажет Алексей Дурново Самый страшный замок Франции Крепость смерти, цитадель палачей Как только не называли Бастилию в разные времена Замок, который строился для защиты Парижа, уже к концу 15 века превратился в тюрьму Ужасней которой не найти ни во Франции, ни в Европе Заключенных держали в маленьких железных клетках Редко кормили, зато часто пытали В разные годы здесь томились суперинтендант финансов Фуке Философ Вольтер, писатель Маркиз де Сад Маршал Бессампьер Фаворит Людовика XIII, граф Сенмар и другие Узниками этой тюрьмы бывали не только люди, но и вещи Так в Бастилию была заточена французская энциклопедия Написанная философами-просветителями Многие мировые лидеры пригрозили ввести санкции против Франции Если восставшие не покинут Бастилию и не рассадят всех узников по их камерам В то же время президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон Обещал принять более суровые меры, если французские власти не наведут порядок в стране Сепаратизм страшная болезнь 18 века и с ней надо бороться Восстание во Франции это угроза не только королевству трех лилий, но и всему цивилизованному человечеству Если Версаль не примет срочных мер, то я отдам приказ ввести во Францию американские войска Тем не менее, восставшие не собираются отдавать Бастилию королю Парижане намерены разрушить крепость до основания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова